Всем привет, мои хорошие! С вами Айка и Эмили, и сегодня я снимаю для вас видео на тему похудения. В последнем мукбанке я слегка немножко затронула эту тему, и в моем дайректе в инстаграме куча девочек начали писать о том, что Айка, покажи фотографии до и после, расскажи поподробнее, сними видео мотивация. Я на самом деле не знаю, как снять именно мотивацию, просто решила от и до рассказать свою историю, возможно, я чем-то помогу вам, помогу вам сделать шаг вперед, чтобы уже наконец-то начать худеть, потому что в мое время реально я миллион раз обещала себе, что с завтрашнего дня я буду на диете, и каждый раз у меня не получалось. На минуточку я похудела на 13 килограмм в свое время, и я безумно рада этому. Все вокруг мне говорили, что этим способом ты похудеешь, все килограммы вернутся, ты наберешь в два раза больше, без спорта худеть нельзя. Да, со спортом будет лучше, но этот способ тоже имеет место быть, и почему бы нет, если вы спортом заниматься, например, не хотите. Начать хочу с самого детства. В детстве я была очень худеньким ребенком. Я смотрю на фотографии, вроде бы нормальный ребенок, но почему-то, когда я была маленькая, все спрашивали у моей мамы, почему вы не кормите вашу дочь, почему она вот как муравей. Вот фотографии моего детства, на мой взгляд, нормальный ребенок. Почему всех не устраивал мой вес, я искренне не знаю. Возможно, это связано с тем, что у меня была двоюродная сестра, которая где-то в три раза была больше меня, и на фоне нее я оказалась просто муравьем, умирающим лебедем, возможно, из-за этого. Я начала взрослеть, там подростковый период, 13-14 лет, и вот где-то в 16 я начала набирать. Я потихоньку начала много есть, и я никак не могла остановить этот процесс. Я понимала, что я набираю килограммы. Поначалу мне все нравилось, потому что появилась грудь, попа, все выглядело офигенно, но вес прибавлялся. И каждый раз я обещала себе, что с завтрашнего дня я на диете, или с понедельника я на диете. Вот съем этот салат, а вот с понедельника я начну худеть. Затем уже вес остановился на отметке 68 килограмм. Я реально поняла, что так дальше продолжаться не может, но дальше продолжала есть. Где-то в 12 часов ночи я пошла кушать тушенку. Я зашла на кухню, и там был мой брат. Я взяла тушенку, начала греть, и мой брат такой мне говорит, ой, как прикольно, говорит, корова ест корову, как интересно. И мне так обидно стало, это было нечто. Я просто пошла в свою комнату и начала рыдать. Мне было очень обидно. И в тот момент я поняла, что так дальше продолжаться не может. Мне было очень обидно, неприятно из-за этих слов. Я считала, что брат ни в коем случае не должен вот так вот оскорблять сестру. Но сейчас я считаю, что он правильно сделал. Если все будут кладить вас по голове и говорить, набирай еще, да ничего страшного, есть и толще тебя, и так далее. Внешность это не главное. Самое главное душевное состояние. Или можно что-то такое одеть, что твои кило все закроются. То есть это не выход из ситуации. Если вы действительно хотите похудеть, вы должны воспринимать критику. Но в тот момент я это не понимала. За один месяц я просто устроила себе интервальную голодовку. Это вроде называется так. Я ела до 4, а вечером не ела ничего. Просто пила воду или, например, чай, и то без сладостей, без ничего, так скажем. До 4 тоже я не наедалась в хлам. Я ела мало, но то, что я хочу. Я пробовала японскую диету. Я пробовала гречку. Гречка это очень сложно, трудно. И мне кажется, очень вредно, потому что ты получаешь одни и те же витамины каждый раз. Я хочу кушать то, что я люблю. Я не могу без этого. Например, раз в 3 дня мне хочется кусочек какой-то шоколадки. Если я буду отказывать себе в этом, я обязательно сорвусь. Потому что эта диета идеально подходит для меня. Первые несколько дней вес уходил просто замечательно. Потом где-то на седьмой день. И стало сложнее. Хотелось закончить это все и прекратить диету. И так нормально уже сбросила. Но я решила не останавливаться. Чем дальше вы идете, тем жалко результат. То есть не хочется останавливаться. Когда ты видишь в зеркале, что, например, на весах видишь, что уже 4 килограмма нет. Это безумно мотивирует. Еще один такой момент. Многие говорят, взвешиваться не надо. Взвестись в конце. Я считаю, что это полнейшая чушь. Взвешиваться нужно каждый день. Хотя бы через день, чтобы вы видели результат и хотели дальше худеть. У меня так было. Я каждое утро взвешивалась. Я понимала, что я похудела, например, на 400 грамм. Ну, к примеру. Я хотела дальше худеть. У меня не было желания аппетита кушать. Именно из-за того, что сегодня уже есть такой результат. Жалко это все портить. Еще такой момент. Я вам советую смотреть передачи. Например, говорим и показываем на ютубе. Есть именно про ожирение. Про людей, которые уже забросили себя до такой степени, что прям уже нужна помощь. Нужны операции и все дела. Я смотрела эти передачи, и у меня вообще не было аппетита. Я понимала подсознательно, что если я не возьмусь за себя сейчас, то я тоже в перспективе могу прийти на эту передачу, например, с 200 килограммом. Поэтому я думаю, что такие мотивирующие ролики на ютуб, какие-то передачи смотрите по 5-7 раз. Я, например, очень много всяких видео ютуберов смотрела по поводу того, как они похудели. Хотя у меня был совершенно другой способ. Мне просто нравилось смотреть, как человек вот просто с таким вдохновением рассказывает о том, что теперь он себя любит. Я заходила в магазин, и мне нравилась модель. Например, я одевала, и это на мне не сидело так, как я хочу, чтобы это сидело. Понимаете? Вроде бы размер свой я подобрать могла. 70 килограмм это, ну, не пиши, пропало. То есть можно себе что-то подобрать. Но я понимала, что я выгляжу непривлекательно, неженственно. И меня это очень сильно отталкивало, расстраивало у меня. Появлялась какая-то депрессия. Мне не хотелось идти на шопинг, потому что все равно, одев какую-то вещь, которую я вижу на витрине, я все равно не буду выглядеть так шикарно, как я хочу выглядеть. Это все мотивировало меня на то, чтобы похудеть. Вы тоже ходите по магазинам, или, например, купите себе вещь, которая немножко вам мала. Это тоже будет способствовать тому, чтобы вы похудели. У меня была такая юбка, я взяла ее на скидки, но она была на два размера меньше, чем мне надо, и в конце я в нее влезла. Изначально я выглядела вот так вот. Я не считаю, что это прям ужас. Так жить можно, люди и с 90 килограммами живут, но мне лично не было комфортно в этом весе. То есть я не обвиняю людей, которые полные, если человек любит себя. Моя проблема заключалась в том, что я не любила себя. Вот у меня есть, например, какие-то комплексы, с которыми я борюсь. Кто бы что мне ни говорил, у меня внутри это сидит. Когда я начала худеть, мама и бабушка начали бить тревогу, особенно бабушка. Бабушка считала, что более-менее сейчас я становлюсь похожа на человека. Пока более-менее из анорексии мы вышли в свет, в нормальные люди. Теперь я опять решила худеть. Все, это смерть. Это просто, это что такое? Вот, поэтому всеми силами бабушка пыталась меня остановить. Да и мама тоже. Как только я сбросила 4-5 килограмм, мама сразу хваталась за голову и говорила, Айка, хватит, сколько можно? Сейчас у тебя скоро не станет. Но я понимала, что 57 килограмм это много. Мне хотелось похудеть до 52. А потом, когда я похудела до 52, мне казалось, что еще надо до 45. Но это, конечно, уже был бред. Зачем до 45? Слишком худенько, это тоже некрасиво. Я пила очень много жидкости, особенно вечером. И утром я просыпалась. Очень извиняюсь, ходила в туалет и понимала, что я опять на полкило похудела. И это было безумно приятно. Я вам искренне желаю испытать вот это вот счастье. Когда ты худеешь, когда ты видишь, что результат есть, любуешься отражением в зеркале. Я вам искренне желаю этого. Все спрашивали, Айка, как ты похудела? Да ты просто растаяла. У тебя что-то случилось, какой-то стресс. На самом деле нет. Вот в стрессовых ситуациях я перестаю есть. Это на самом деле есть такое. Но в большинстве случаев вы сами видите, как я питаюсь. И при этом вес не прибавляется. И слава богу. Хотя многие уверяли меня, что это все временно. То есть вес вернется. Таким способом люди не худеют. Обязательно нужно идти к врачам, к диетологам. Наверное, к диетологам идти более целесообразно. Но каждый выбирает сам. Я выбрала этот путь. Я не жалею об этом. Потому что я не была у диетолога. Я не знаю, что прописывают они. Какое питание выбрал бы для меня диетолог. И помогло ли это мне? У мамы тоже есть лишний вес. И в какой-то момент мама тоже решила, что она будет худеть. И мы каждый день ходили с ней. Где-то, наверное, 2-2,5 часа просто ходили. Мы делали 15 тысяч шагов. Иногда 20, иногда 25 тысяч шагов. И не ужинала. Мама просто не ужинала. И, честно, это тоже очень полезно. Если вы не можете заставить себя не есть, например. Просто исключите ужин, например. Последний прием пищи где-то будет в 5 до 5. И питаетесь нормально. А в 6 уже идите гулять. Делайте огромные круги. Но только не в парке, предупреждаю вас. Потому что два раза мы с мамочкой пытались ходить именно в парке. Когда ты видишь скамейку и ты усталая. Человек, хочешь, не хочешь, идет и садится на эту скамейку. Поэтому лучше делайте свои эти круги. Занимайтесь спортом там, где нет скамеек. Мама таким образом похудела на 4 килограмма. Даже нет, вру. На 5 килограмм. Но, к сожалению, продолжить мы это дело пока что не можем. Так как карантин, мы не можем выходить на улицу. И ходить сколько мы хотим. Я пробовала интервальное голодание. Например, после 6 просто не есть. Это тоже даст вам результат. Но просто минимальный. В месяц вы похудеете на 2 килограмма. И я, если честно, считаю уже. Теперь, когда уже похудела на 13 килограмм за месяц. Я теперь считаю, что лучше худеть не настолько быстро, как похудела я. Потому что, когда вы худеете быстро, у вас тело бывает такое рыхлое, мягкое, неупругое. То есть, тело теряет упругость, а это очень плохо. Потом вы опять должны идти на спорт, чтобы как-то подтянуть фигурку. Я рекомендую вам худеть медленно. Пусть это будет долго, но зато это будет красиво. Даже если миллион раз было такое, что вы себе обещали, что вот вы похудеете и у вас не получалось, все равно не переставайте в себя верить. Вот когда-то будет такой пинок для вас. Я вам советую, чтобы это видео как раз таки было тем пинком, чтобы вы начали худеть. Не отказывайте себе во всем. Ешьте то, что вы любите. Просто в маленьких объемах. И до 4. Сложно первые 6 дней. Затем уже становится легко, и вы видите результат в зеркале, и понимаете, что остановиться просто не можете. После этого глобального похудения, я не знаю, что произошло с моим организмом, но я теперь склонна к худобе. То есть, раньше я была склонна к полноте, чуть больше поем, сразу уже набираю. А теперь наоборот, сколько я не ем, а вы знаете, что я ем много, не только на мукбангах, но и просто я питаюсь очень большими порциями. Иногда на свадьбах мама вот так вот делает, что хватит жрать, люди уже все на тебя смотрят. Но, несмотря на все это, я не поправляюсь после вот этого вот похудения. Я надеюсь, что это видео для вас было максимально информативным и полезным. Я надеюсь, что я сумела вас смотивировать на похудение. Задавайте ваши вопросы в комментариях, с удовольствием отвечу на все. Всем желаю удачного дня, любите себя, а если вы недовольны собой, то обязательно меняйтесь.